Не зачислил деньги на пропуск, не попал в школу. В такой ситуации сегодня оказались десятки детей в одном из учебных заведений Устилимска. Это фото взорвало сегодня соцсети и вызвало массу обсуждений. Вскоре проблема была решена и учеников все-таки пустили в здание. А вот в Ангарске несколько десятков детских садов пустуют в группах учреждений в Велик Карантин. Все дело в том, что в городе Нефтехимиков превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Тема продолжит Алена Полоненко. День в разгаре. А в Ангарском детском саду вместо малышей вовсю хозяйничает уборщица. Ей предстоит провести дезинфекцию и тщательно проветрить помещение. Ведь несколько групп закрыты на карантин. Больше 20% воспитанников заболели. У них появились симптомы ОРВИ и гриппа. И остальных детей распустили по домам. Мы были вынуждены закрыть группу раннего возраста. Причем эта группа самая маленькая в детском саду с полутора до двух лет. И следом 22 января нам пришлось закрыть группу номер 5. Это детки с трех до четырех. В дошкольных учреждениях города Нефтехимиков на карантин закрыто уже более десятка групп. Еще на прошлой неделе эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом не был превышен нигде в регионе. И вот появились первые тревожные звоночки. Есть у нас превышение эпидемический порог в возрастной категории детей с 3 до 6 лет. Он превышен у нас на 10,9%. Грипп наш сезонный, то есть типа А, H1N1 и H3N2. По данным за предыдущую неделю в Прибайкале диагноз грипп был подтвержден только у детей. Тогда число заболевших всего за 7 дней выросло в 10 раз. Подавляющее большинство загрипповавших свыше 60 человек – юные жители Иркутска. На сегодняшний день мы видим ситуацию, что тем детям раннего возраста, мамы которых посчитали вакцинацию ненужной, решили, что ребенок не заболеет. И лишняя иммунизация ни к чему хорошему не приводит. Мы видим, что как раз сейчас эти дети у нас поступают в инфекционную больницу либо с симптомами тяжелой вирусной инфекции, либо с симптомами гриппа. На сегодняшний день среди поступивших в стационар болеют только непривитые. Останется картина заболеваемости прежней или изменится. Итоги по этой неделе в целом по региону подведут в понедельник. И, пожалуй, лучшим вкладом от каждого жителя области будет не попасть в эту статистику. Алена Полоненко, Новости по будням.